земля цвета иногда заглядываю в этот сам я даже ну почти 300 тысяч просмотров а я все время я долго гадал я когда был в этом самом на конференциях где меня отключили микрофон так вот немало чепуху то есть не лишал и покоя значит там выступал другой товарищ ученый сказал что он концентрировал факт вишни европейской россии практически все погибли то что есть вишни это было раньше каждом где каждом этом дворе этого нет практически все погибли валят все на грибы не имея понятия что грибы не едят вишни они едят только мертвецином вот понятно но тем не менее валил-валил-валил закончился его доклад от этого не спаслось братьев выступить на международной конференции приехать там занять у людей время рассказать что вишни гибнут по всей россии вот и после его выступления ни одной вишни не спасли а дальше продолжается уничтожить вот вам пример так у меня их множество до множество производим летнюю обрезку вишни черешни черешни настолько хрупка что летняя обрезка просто и после этого она будет уничтожена тогда возьмем вишни сайт это скорее всего юг вот а мы за средним сами знаете что такое россия россия это то что транссибирская магистраль которая идет от этого тихого океана и до москвы и дальше до этого самого до балтийского моря так вот это и есть россия все миллионники города тут миллионы дач тут все тут так нет и вот она так вся холодная часть из нее это вечная золотая правая сторона восточная да и здесь не подарок климат вот помните башкирию и вот получается что летняя обрезка вот что она пишет закладка вот она после ее этого а там треть миллиона почти треть миллиона просмотров и вот закладка будущего урожая летние именно летние некоторые еще запятая осень весеннелетние вот и нелетний где-то виталий в испании технология пошла туда египте там понятно летом обрезал все равно успевает вырасти и не просто вырасти почка которая должна быть росовой вот она выдержит она сейчас ее обрежет и то нижняя сеть которая останется на дерево допустим половину отрежем верхнюю она вся покроется сразу моментально в течение этого же лета она станет на юге плодовыми а у нас на севере поверьте я не шучу это не шутки она станет пытаться стать цветочной в этом году уже не успевает ну представляете остается июль-август ну летняя это она не пишет конкретно ну допустим даже июль раннее лето июль-август сентябрь октябрь почки не успевает вызовет а если перестраивается то еще больше времени надо надо вопрос а может она следующий год покроется цветами вот знаете почему она зимой замерзнет не взрывши она этого не знает она не знает если бы она хотя бы говоря вот я живу в районе ну допустим красота и все что я говорю даже на 100 километров северный краснодара нельзя то может быть на два градуса холоднее и вот тогда и мало того и на неделю лето короче этого недели больше не хватит откуда это знает и просто нужно эти желающие бесконечные лайки вот так вот я все и примерно расправилась так я за кипяточка сейчас прошел извините я еще удивляюсь что мало кафе до этого я кашал неправда пропускаем это 2 4 4 Спасибо. Знаете, что я хотел сказать? Когда-то Святой Петр соберет их всех до кучи. Их тысячи. Я вам тут несколько всего покажу. А их тысячи. Они все заработают так и даже не ведут, что творят. Он их соберет и скажет, вы знаете, что из-за вас миллионы людей, миллионы, потеряли веру в садоводство. Когда у них все погибло, они все бросили. И сидят по домам, коптят небо. Потому что там мертвые сады. Они отравлены импортные. У кого денег нет, вообще без этих. Без витаминов. А у кого деньги есть, он покупает дерьмовое южное 40 обработок. Так нет? Чему вы научили? Из-за вас-то в садах вишневых не осталось. Имя вам легион. Вы с ума сошли. Вы не ведете, что творите. Потому что кто тебе дал право, мне мое право 30 тысяч деревьев выращено. Кто тебе дал право, советуйте давать. Какая летняя черта обрезка? Любая обрезка. И сразу начинается это. Вместо того, чтобы развиваться почка, они меняют программу. И гибнут, гибнут, гибнут. Миллионы вишневых деревьев погубили, которые не ведают. Это полжоз возможность зарабатывать на этом дерьме, на этих дерьмовых советах. Все рухнуло, вообще окончательно рухнуло. Я еще когда-то, как я, Курдима, вот здесь книга, 10 тысяч, она же честно, искренне, произведена. Мы ходили по моему саду, каждую эту обрабатывали, каждую посмотрели, или вылизывали, вынюхивали, каждую тресинку, как за это. Все, все, все. Все честно, искренне. А здесь только резать, резать, резать. И Бога не бояться. А вот это вот моя фотография. Они не понимают, чего яблони, она самая надежная из всех яблонов. Из всех груш, слив, абрикосов, перчиков. Понятно. Вот я брал серенки на прививку. А что, редко бывает температура под 40? Мне когда-то говорили, что где-то под Нимненогором на уровне, я даже запомнил, это официальная цифра, на уровне почвы минус 52. Представляете, Волга, Нижний Новгород. Это не Сибирь, нет. Минус 52. Какой к черту обрезка может быть-то? Хватит одной за 10 лет, чтобы все сады к чертовой матери. А уже такое было. Лет 8 назад показали Кубань. 30-градусный мороз. Вымерзла половину виноградников, каждая третья там абрикос, каждая там вторая. Все это было. Вот ходили по садам. Это была катастрофа. На Кубани минус 30. А там промышленные сады, они кормят тысячи людей. Какие тысячи? Наверное, добрый миллион. Не считая дачникова. Горозу можно резать? Вот я отрезал. Я получил. И у меня всегда, у меня таких, к примеру, несколько сотен. Фотографии таких несколько сотен. Это одна из них. Так. Где четко, нету обрезки, нету ни одной больной, ни одного листика больного. Есть обрезка. Вот результат. А здесь мне, как я прикалываюсь? Если взять наших техдам, а я почему с них не слазил? Они сами виноваты. После тех оскорблений можно было извиниться? Как-то сгладить, как-то это. А то научить колече дерева можно, а когда я сунулся и мой брат защищать, мы тут же оказались этими. по уши в дерьме. И прикалываться надо примерно так. Если бы я эту фотографию выставил бы там же у них на где миллион подписчиков и сказал бы «Караул, помогите, у меня яблони погибают». Сколько бы тут обрушилось бы любви к ним и сколько бы было советов, самое главное из них было бы опрыскивать. Начинаем. Самый элементарный там с этих железно-медовокупороса заказывали фунгицидами. А еще это просто у меня роскошнейшая жигулевская. Не выдержала урожая, сумасшедшего урожая. Вот. И сломалась вот так вот, знаете, как вот так вот. И, естественно, засыхает. Но сколько... Они же ничего не знают. Когда вот эти советы дают, они усугубляют чем? Вот. Они усугубляют тем, что у них обязательно, им кажется, что это болезнь, что это грибы. Вот. И отсюда вся проблема, потому что они ничего не оттуда, ни яблони, груши, сливы не спасли. А отравить дерево окончательно? Отравить людей, которые занимаются отравлением дерева? Так. А если что-то выжило, обязательно будут отравленные плоды? Еще сумасшедший труд? Потому что обязательно надо было сказать Ольге Исаковой там, ох, плодожорка, обкопайте я бы, то есть дерево из-за плодожорки, обкопайте я бы. Это вообще уже дикость какая-то несусветная. Советовать вот так вот. Зато умно, выжить, знаете, как вот, о-о-о, какие слова знает, обкопать. Вот. Посмотрите дальше. Выбираем лучше средство для замазания ран дерева. За каким хреном ты ее отрезал, эту ветку так? Кто тебя просил? Дерево просило? Вот эта подлость вот такая. Только для того, чтобы заработать на этих, на серебрянках. Я не выдержал. Сейчас я вам покажу, то, что, откуда ошибки берутся. Смотрите. Она подобрала фотографии. Их много. Ну, нам куда спешить. Сейчас 10 минут потратим. А сама ничего не соображает. Она вроде бы специалист. Прошу прощения. Сейчас, я на секунду. Представила вас, как специалист. Ну и дальше что? Она так красиво говорит, как она специалист. Но нигде, ни разу, она не сказала правду, потому что она ее не знает. Вот смотрите. Я пока выбрал одну характерную фотографию. Вот дерево было, уничтожена ветка. Если она была и сухая, ну тогда я слышал, что дерево уже на грани умирания. И вот этот вот, который можно назвать морозобойный, естественно, вполне. Но отрезав на кольцо, она перекрыла путь соком. Здесь самое слабое место оказалось. И, естественно, кора не выдержала, лопнула. Появилась рана. И она, не ведая, что творит, потому что она не видит эту рану. Вот она. Вопиет. Вот я не знаю, как это надо сделать. Вот как бы ей было. Она никогда не увидит этот фильм. То есть, никогда не увидит эту, как ее назвать. Никогда она не увидит в нашей передаче этот вебинар. Потому что она из другого мира. И она все знает. Вот эту страшную рану она не видит. Она учит и не видит. А дальше лучше бы этой раны бы не было, сказала бы она. И тогда никакой болезни бы не было. Так. Дальше смотрите. Сейчас она начинает учить. Зачистить, удалить от нашу король. Вот это получается вместо маленькой раны. Сейчас она сделает очень большую рану. Согласны? Медным компоросом протравить. Закрасить садовой краской. Варом, бальзамом. Если это большая язва, еще бы, подойдет глиняная болтушка на основе коровика. То есть, дерьмо коровьего. Поняли? То есть, еще и это. То есть, ничего не изменилось. Сто лет прошло. И за сто лет не отучили вот так по рукам, по рукам, по рукам. Не делайте раны. Не делайте, не делайте раны. Не было бы этой раны. Не было бы этой раны. Вот смотрите. Сейчас я чуть убавлю эту сишку. Вот смотрите. Это я убил дерево. Это первое дерево, убитое мной. Железо. Видите? Нет? Вот мне надо по рукам. Что я тогда понимал? Посмотрите, как разрушается кора. Стоит сразу все прекращается сокодвижение. Дерево умирает. И вы знаете, какой ум, какой могучий ум. Правда, она молодая еще. И, конечно, сама ничего не вырастила. Я учили, учили, учили. И выучили нашу голову. Смотрите. Вот. Я сейчас не буду. Вы знаете, вы потом захотите, вы узнаете, чем это говорит. Пески рак отличается. Вот. Посмотрите. Посмотрите. Я, если бы она не была вот этой раны, вот этой вот, видите, такая синего и отдает. Тогда, может быть, все было бы иначе. А так я вижу больное смертельное дерево, которое ничем вы не вылечите. Все. Вот. И улучшит, и улучшит, и млечный блеск. Вот. А как сделать, чтобы такого не было? Перестаньте дерево калечить. А это дерево уже все, его надо уже спиливать. И вот это виновата. Знаете, когда-то было дерево, она его взяла, не она спилила, а просто взяла такую фотографию, так, и говорит, ведь это же трутовик. Это гриб. Он сейчас разнесет миллионы этих, как они называются, спор по всему саду, караул. Растет себе гриб, и пусть себе растет. Ему полагается, мертвичина есть. Он ест, это я так считаю. Обязательно замазываем, когда проводим обрезку. Вот это подлая вещь. Ну, напиши ты, скажи ты, не производите обрезку. Обрезка уже в самый крайний случай. Например, санитарная, когда уже совсем дерево полыдветок сухих. Или уже настолько старая, чтобы чуть-чуть омолодить, надо брать бензопилу. Ну, как это... Вот все наоборот, взяли, переставили. Ну, в чем ты думаешь, девушка, да? Ведь тоже перед этим самым Святым Петром стоять будешь, трястись. Искореняющая обработка. Да вы не режьте, не надо, будет ничего, а в этих обработках. Купорос, мочевина, вот, бордоская жидкость, обигопик, купроксат. Вот делать нам нехрен, знаете, а не проще ли не лезть в свое дело? Не исправлять природу, Бога не исправлять. И вот ради вот этого, вот ради этого учат убивать деревья, только чтобы продать вот это, вот это дерево, ура, и все изувеченное, тебе купите у нас. Ну, это то же самое, ну, представляете, если бы врач зарабатывал, например, на бинтах, на йоде, вот, какого-нибудь там, Мазевичевского, на каких-то этих, вот просто взял бы, вот берет сека, расположили, вот, ну, как это у нас называется, когда регулярно проходит, не досмотрик, вот, забыл, как называется, а, диспансеризация, пришел какой-нибудь уже старшего, вот, диспансеризация, а у него на пальцах, катеранка, что, разумную руку по локоть, оттяпали, вот, и тогда теперь, купи у нас, мы тебе сейчас отрезали, мы тебя рану обработали, мы ее, это самое, анестезирующие, а потом, после анестезирующих, значит, заживляющие, а потом все это забинтовали, культя, ты нам должен за это, анестезирующие, вот, тебе счет предъявили, а, это человеку, а это же такое же дерево, оно живое, его нельзя резать, ты, понимаешь ты, я уже на вы не могу говорить, что ты за человек-то такой, к чему ты лезешь-то, когда ты ничего не понимаешь-то в этом деле, я видел сотни тысяч ран, и видел, какие последствия ран, и абсолютно здоровый сад, ко мне надежно, это ли сада подтвердит, привезла ко мне, в гости эту самую, завлава по грибам, искали грибы, это я им нашел, одну единственную пятнышко этой, форши, и то потому, что там два яблока, вот так вот были, сжаты так, что между ними не было кислорода, получилось пятнышко, почему голову-то морочите людям, вы понимаете, что ради того, чтобы вы заработали на этом, люди миллионы деревьев уничтожают, ради этой рекламы, и все это с умным видом преподносится, вот бактериальный рак, тут уж вы правы, он не лечится, и вот тут впервые я что-то умное услышал, во-первых, что он не лечится, и во-вторых, это я после того, как я тебе в эту, как говорится, фитиль вставил, после этого я тебе говорю, спасибо на том, что ты хоть это знаешь, бактериальный рак не лечится, вот, и ты произнесла волшебную фразу, я уже не могу на вы, потому что я это, как это сказать-то, не уважаю тебя, как специалист, вот, все равно это ты не увидишь, и слезами не умоешься, и стыдно не будет, так вот, правильно сказала, что если все-таки пытаться применять антибиотики, для лечения, если диагноз поставил, что это бактериальный рак, то это опасно, потому что все это, антибиотики, перейдут плоды, плоды, и этими плодами мы, люди, будем травиться, первый раз я что-то путь не услышал, за много месяцев, впервые, хоть что-то, первый раз, а то уже считал, вообще уже там, жаль, не могу я материться, а вот это та самая, это уже у меня с архива, вот она та самая, разуй глаза, посмотри на эту рану, не было ее, не было вот этой трещины, у меня таких примеров сотни уже, сколько копится, копится, бактериальный ожог, так все, на этом тема эта кончилась, это в архиве уже пошла другая тема, а мы вот тут вот, еще раз полюбуемся, я что слепой, я себе сделал глупость, я убил одно дерево, но я хочу, я их спас уже благодаря, моим лексам, тысячи, 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 а хочу спасти миллионы, вот от таких вот специалистов, а еще, знаете, мне так понравилось, шоу-фильм, я не согласен с этим товарищем, совершенно, типичное садоводство, то самое, которое я, чуть выше, мягко говоря, и вдруг он взял в руки рамки, вот, а знаете, когда один человек, вот так как я, да, это городской сумасшедший, это можно вот так и сказать, но когда я вижу, что я не один, для меня это праздник, вот, все-таки, все-таки, но, конец этой истории такой, придут наши к власти, Лена Александровна, а вдруг, это самое, получится, вот, вы знаете, Лена Александровна, что, исчезли с экрана, феи те самые, есть два причины, почему исчезли, или их передачи, низкая рейтинговая, их просто убрали, потому что, или, все-таки, мои проклятия, в виде, вот этих страшных примеров, которые они уничтожали, муравейники, деревья уничтожали, штамбы уничтожали, все уничтожали, и все это показывали, несколько лет, да, и вдруг, все-таки, мои проклятия дошли, до руководства, все, дальше нельзя терпеть, потому что, в моих рассказах, они выглядят, настолько, невежественными, вот, а вот это другое, когда-то, я научил, может, уже вы научили, я сам, больше никого, из наших близко нет, кто, кто, карьеру сделает, среди нас ученых, раз-два, так, чтобы студент, сдавал экзамены, с этим работой, и как сделать, пока еще специальных приборов, таких тонких нет, как руки человека, как биополичек, самый тонкий инструмент, и должны научить, если ты биолог, ты должен и рамками пользоваться, гепатогенные зоны находить, кровати переставлять, спасать людей, от страшных болезней, от рака, потому что, пусть процент небольшой, там, из 100% попадает 1-2, но это страшная вещь, когда человек в гепатогенной зоне, заболевает раком, вот это изучить надо, вот, потом, значит, берем шире, с маятником научиться работать, ставить предварительный диагноз, предварительный диагноз, вот, и так далее, и так далее, вот это, надеюсь, когда-то студент не выйдет с института, с академии, пока в дипломе у него будет стоять профессия, биолокаторщик, пока в библии,